Почему мы занимаемся сексом? Давайте зададим вопрос по-другому. Вас никогда не интересовало, почему секс существует? Я уверен, что ваши родители рассказывали вам о сексе, когда вам было 11 лет. Или, возможно, вы узнали что-то у себя во дворе. Но независимо от того, где вы это узнали, вы слышали, что секс существует для продолжения рода. Тот же принцип работает и для панты, и для кузнечиков, и для собачек. Половое размножение существует, чтобы создавать новых животных. Но некоторые из них совершенно не используют секс. Если некоторые животные могут размножаться не половым путем, то почему же мы все этого не делаем? Как ни странно, почти абсолютное большинство животных размножается половым путем хотя бы иногда. Некоторые биологи подсчитали, что 99% животных, растений, грибов и протистов размножаются половым путем, хотя бы время от времени. Но существуют и такие живые существа, как морские звезды, слезняки и клубника, которые могут размножаться как половым, так и бесполым путями. Половое размножение происходит так. Два организма одного вида собираются вместе, чтобы соединить свои генетические данные, создавая новый организм, который генетически немного отличается от двух предыдущих. Это определение касается и нас с вами. Бесполое размножение, напротив, не базируется на смешивании генетического материала. Организмы, размножающиеся таким путем, фактически создают свои генетические клоны. Это может осуществляться несколькими путями. Первый из них – это деление прокариотических клеток. Им размножаются некоторые бактерии, протисты и одноклеточные грибы. В этом случае организм просто делится пополам. Второе – это почкование. Им размножаются гидры. Они создают небольшие почки, которые отделяются от материнского организма, когда достигают достаточного размера. Также организмы могут размножаться вегетативно, посредством луковиц, клубней и побегов. Еще есть портеногенез. Маленькая девочка на картинке – это не мексиканская кнутохвостая ящерица. И я знаю, что это самка, потому что они все самки. Портеногенез буквально означает «девственное размножение». Эти рептилии могут создавать зародыши внутри себя, не будучи оплодотворенными самцом. Что хорошо для них, потому что самцов нет. Этот феномен чаще встречается у членистоногих. Но, как мы видим, такое бывает и у ящериц. Еще существует фрагментация, при которой материнский организм разбивается на несколько частей, каждая из которых затем развивается в новую особь. На первый взгляд, производить таким быстрым и простым образом свои копии кажется достаточно хорошей идеей. Я имею в виду, что секс – это круто, конечно, но он не очень выгоден. Для начала надо найти подходящего партнера, чем у всех нас иногда бывают проблемы. К тому же получается, что только половина популяции может рожать, а другая половина остается практически бесполезной. И в общем, половое размножение происходит намного медленнее. Пока половым путем производится одно поколение потомков, бесполым путем производится три поколения. И все они сразу могут жить своей жизнью. Несмотря на это, половое размножение очень популярно. Как оказывается, соединение генов двух особей одного вида стоит этого времени и усилий. Дело в том, что присутствие разных генов делает популяцию менее восприимчивой к заболеваниям и более способной к выживанию в негативных условиях. Когда наступают тяжелые времена, если гены популяции достаточно разнообразные, есть шанс, что хотя бы некоторые ее особи смогут выжить. К примеру, если вымирание почти полное, половое размножение позволяет отстроить генетически разнообразную популяцию даже из небольшой группы особей. Нашу тему хорошо иллюстрирует гипотеза Черной Королевы, названная в честь персонажа Льюиса Кэрролла. Цитирую. Здесь приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте. Идея здесь такова. Вид должен постоянно адаптироваться, чтобы быть наравне со всеми хищниками, паразитами и соперниками. Исследования доказали, что слизни и черви, размножающиеся половым путем, намного лучше приспосабливаются, чем слизни и черви, размножающиеся бесполым путем. Фактически, это гонка вооружений. И половое размножение является единственным способом не отставать. И, наконец, возможно, главная причина полового размножения. Организмы, размножающиеся без пола, полагаются на мутации, как на единственный источник генетического разнообразия в популяции. Но чаще всего мутация генов приводит к негативным последствиям для вида. Таким образом, после многих поколений организмов-клонов, негативные генетические мутации стают все более заметными, что может привести к вымиранию популяции. Поэтому многие организмы, размножающиеся без пола, когда условия благоприятные, оставляют для себя возможность размножения половым путем, когда условия ухудшаются. Итак, подводя итог. Бесполое размножение кажется хорошей идеей, но в конце концов секс лучше. Если вы хотите узнать больше о половом и бесполом размножении, можете посмотреть дополнительную информацию в описании. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте их в комментариях. Пользуйтесь презервативами, или другими контрацептивами, или теми другим.